Самозарядная винтовка Токарева в образца 40-го года, СВТ-40, которую в нашей отечественной литературе почему-то, в общем-то, принято ругать и, в общем-то, абсолютно незаслуженно. В своем классе, действительно, армейской самозарядной винтовки на те годы ничего лучше не было. Ну, собственно, было их и не так много таких самозарядок в мире. СВТ у нас, ее предшественница АВС, автоматическая винтовка Симонова, в Америке винтовка Гаранда М1 и в Германии две винтовки Вальтера 41-43-го годов. Они конструктивно были, конечно, хуже, чем СВТ. Это было довольно солидное оружие под полноценный Мосинский патрон. Ее можно было перезаряжать как сменой магазина, емкость магазина, 10 патронов, так и как винтовку Мосина при из тех же самых винтовочных обоймах. Две обоймы на магазин. Большая часть боекомплекта переносилась в обоймах, тоже при боекомплексе 120 патронов, было три магазина. Остальное все в обоймах. Вот, оружие газоотводного типа, вот газоотводное устройство. Похоже, очень похоже было впоследствии применено на винтовке Драгунова. И в карабине СКС газовый регулятор на пять позиций. Он регулирует количество пороховых газов, которые подаются на поршень. То есть, грубо говоря, это вентиль с различными отверстиями. Мы ставим, можем, отверстие поменьше, побольше. Если мы воюем много, сильно винтовка загрязнилась, и чистить нам некогда, надо воевать. Мы ставим больше отверстий, больше пороховых газов, дает более сильный импульс автоматики. Она преодолеет любое загрязнение. Вышли из боя, почистили винтовку, ну, соответственно, убавили регулятор. И вот регулировка, да, здесь реализована достаточно сложно. Требует разборки газоотводного узла, да, и специальным ключиком, пятигранником. Причем даже нечетное количество грани, что-то очень неудобно. То есть, если нет ключа, регулировать ее довольно сложно. Нужен накидной пятигранник, и вот поворачивается вот этот сам регулятор. Предохранитель тоже по тем временам стандартной конструкции блокирует спусковой крючок. Причем здесь вариант, у меня в руках вариант автоматический. АВТ может при необходимости стрелять очередями. Отличие состоит в том, что вот здесь переводчик-предохранитель может перекидываться в обе стороны. А у самостандартной самозарядки СВТ он перекидывался только вот влево. И не было вот этого косого среза. То есть, сейчас у нас стандартная стрельба одиночными выстрелами. Если я перебрасываю переводчик на себя, крючок уходит чуть дальше. За счет этого обеспечивается непрерывная стрельба, то есть очередь. Это выпускались такие винтовки, начиная с 1942 года, как замена пулеметом. Немножко не хватало ручных пулеметов, и вот РЗА с пулеметами делали вот эти автоматические винтовки АВТ-40. Они еще назывались. Но по опыту своего, с работой с охолощенным вариантом, стрелять очередью она может, но плохо и недолго. Все-таки изначально винтовка не рассчитывалась на такой режим огня. И, в общем-то, довольно тяжко она себя чувствует. Но, опять же, несмотря на это, как самозарядка, повторюсь, это было действительно в своем классе действительно лучшее оружие. Иностранные аналоги были, в общем-то, хуже. Штык на нее предусмотрен. Клинкового типа уже полноценный нормальный штык-нож. Как вот был в те годы, допустим, в немецкой армии. Обычный такой клиночек. Стандартное крепление на направляющую и на кольцо на стволе. Если это же не просто Мосинская гладь, то уже как бы более универсальная вещь. Не только в бою, но и в быту. Банально, там, консервы открыть или что-то еще. Вот он вполне себе поможет. Прицел тоже стандартный. Секторный, задуирован 2500 метров. В принципе, вот по тем временам вполне достаточно. Снайперские варианты комплектовались оптическим прицелом по У-3,5 крата, который ставился, вот такая вилка в заднюю часть ствольной коробки. И на изогнутом кронштейне крепилась, собственно, вот эта оптическая труба. Спасибо.